В Казахстане предложили передавать арендуемые земли по наследству, то есть наделять наследников преимущественным правом на продление аренды. Такое предложение озвучили представители Союза фермеров в ходе первого заседания комиссии по земельной реформе. Напомню, сегодня оно состоялось в столице. Участникам именно этой комиссии предстоит выработать предложение по новому проекту закона о земельных отношениях. Отмечу, за последние четыре года в Казахстане выявлено 15 миллионов гектаров неиспользуемых участков. Об этом сегодня сообщил глава Минсельхоза. По его словам, треть из этих территорий уже возвращены в госсобственность. Еще по четырем миллионам гектаров идут судебные разбирательства. В целях создания экономического понуждения к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель нерадивыми землепользователями в декабре 2020 года приняты поправки в налоговый кодекс, предусматривающий кратное увеличение ставки налога с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли. В числе проблем, озвученных сегодня на заседании комиссии, прозвучали также отсутствие четкой вертикали, системного контроля и нехватка кадров. По мнению сенаторов, без решения этих вопросов навести порядок не получится. Кроме того, депутат Тахубек Курежбаев заявил, что в настоящее время региональные земельные инспекции переданы местным акиматам. То есть районный аким самостоятельно распределяет землю и сам же ее контролирует. Также в республике до сих пор отсутствует единая система оценки плодородия почв, а жители сельской местности страдают из-за отсутствия пастбищ. Согласно официальным данным, в стране наблюдается дефицит 32 миллионов гектаров для выпаса скота. К сожалению, часть из них осталась нереализованной. Например, для обеспечения в стране системного контроля над земельными ресурсами мы не восстановили вертикаль Государственной земельной инспекции. При этом Комитет по управлению земельными ресурсами располагает только центральным аппаратом 38 человек. Не решен вопрос создания в стране сети почвенно-агрохимических лабораторий, а научно-производственный центр по землеустройству искусственно вырван из системы и передан в правительство для граждан. Поэтому мы не знаем, что творится с плодородием почв, переданных в аренду земельных участков. Напомню, ранее парламент принял в работу законопроект, предусматривающий запрет на передачу земель собственности или в аренду иностранным гражданам и компаниям с зарубежным участием. Сегодня в стране действует мораторий на любые подобные операции с землей. Его срок истекает в конце года. К этому времени правительство должно обеспечить внесение поправок в кодекс. Поставить точку в этом вопросе поручил глава государства. Другим темам. Главе государства сегодня доложили о темпах вакцинации населения. Хасмуж Мартугаев принял главу Кабмина. Говорили о достижении заявленного порога в 6 миллионов человек до конца года. Помимо этого, Аскар Мавин начитался о процессе работы над созданием цифровой платформы в Казахстане. Стабилизации цен на продовольствие, а также об обеспечении нуждающихся граждан жильем. Президент поручил правительству и Акимам областей усилить контроль над ценами на продовольствие во избежание их дальнейшего роста. А также обратить внимание на решение проблем, касающихся полноценной реализации государственной программы Нур-Ложер. И, кстати, о вакцинации в Алматы. Планируют проводить ее в торгово-развлекательных центрах и на рынках. Об этом сообщили в Управлении общественного здоровья города. Отмечу сейчас. В мегаполисе работают 35 прививочных кабинетов в поликлиниках. Скоро планируется открыть еще 15 пунктов. Между тем, по данным Минздрава, больше 107 тысяч казахстанцев уже привились первым компонентом препарата «Спутник Ви». Второй компонент вакцины пока получили 20 500 человек. Между тем, 307 казахстанцев с диагнозом «ковид» находятся сейчас в тяжелом состоянии. 76 в крайней степени тяжести. По данным Минздрава, в настоящее время больше 22 тысяч ковидных больных продолжают лечение. Тем временем, только за последние сутки в стране выявлено еще 1150 новых случаев заражения. На первом месте по приросту инфицированных продолжает оставаться Алматы. Там свыше 300 заболевших. В столице плюс 195. Всего же с начала пандемии в Казахстане подтверждено было больше 236 тысяч случаев COVID-19. В красную зону по темпам распространения коронавируса сегодня перешла Тараусская область. За сутки там выявили 65 новых случаев COVID-19. Отмечу, в регионах, вошедших в опасную зону, возможно усиление карантина. Также в красной зоне по-прежнему остаются столица Алматы и Западный Казахстан. В желтой находятся Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. Все остальные регионы в зеленой зоне. Тем временем в Акмолинской области эпидситуация улучшилась. Регион сегодня перешел из желтой в зеленую зону. За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 45 жителей. Таким образом, прирост пациентов составил 0,3%. Это в 4 раза меньше по сравнению с началом месяца. А так как карантинные меры в регионе смягчать пока не планируют. Отмечу, всего в Акмолинской области коронавирусом заразились более 15 тысяч человек. Далее о ситуации в мире. В Испании возобновили вакцинацию против коронавируса препаратом Астрозенека. Иммунизация продолжилась спустя неделю после приостановки, вызванной сообщениями об образовании тромбов у привившихся. Позже европейский лекарственный регулятор заявил, что связи между побочными эффектами и препаратом не обнаружено. Отмечу, в Испании в рамках прививочной кампании оксфордскую вакцину получают люди, работающие на передовой борьбы с коронавирусом, а также госслужащие. Кроме того, на этой неделе власти страны повысили до 65 лет порог вакцинации британско-шведским препаратом. Всего почти миллион испанцев получили вакцину Астрозенека. Вакцины – это хорошо, и я думаю, что с этой не будет никаких проблем, кроме тех побочных эффектов, которые упомянуты в инструкции по применению препарата. Тем временем в Великобритании продолжают регистрировать новые случаи инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки там выявили свыше 5,5 тысяч заражений. Порядка 100 человек стали жертвами вируса. По информации властей, на сегодня первую дозу вакцины от коронавируса получили свыше 28 миллионов британцев. Отмечу всего, с начала эпидемии в Великобритании выявлено свыше 4 миллионов случаев COVID-19. В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Отмечу, за минувшие сутки в стране выявили почти 90 тысяч новых случаев коронавируса. Остановить рост летальных исходов Министерство здравоохранения планирует ускорить темпы вакцинации. Сейчас в Бразилии каждый день прививку от коронавируса получают до 300 тысяч человек. В ближайшее время мы планируем увеличить их число как минимум в три раза. Эта цель вполне достижима. Между тем, коронавирусную инфекцию с двойной мутацией обнаружили в Индии, сообщает Рейтер. Заболевание выявили более чем у 200 человек, проживающих в штате Махараштра, и еще у девятерых в Нью-Дели. По словам экспертов, новый тип COVID-19 обнаружен в ключевых зонах той части вируса, с помощью которой он попадает в человеческие клетки. К тому же удвоенная мутация может сделать вирус более опасным, позволив ему обойти иммунную систему. Отмечу всего, инфекционисты изучили почти 11 тысяч анализов в десятках индийских штатов. И еще о событиях в мире. Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявил премьер-министр Японии. По данным правительства Японии, одна ракета пролетела около 450 километров и приземлилась за пределами исключительно экономической зоны, не нанеся ущерба безопасности страны. В Министерстве обороны запуск ракет назвали серьезной проблемой для всего международного сообщества. По этому поводу в стране созвали экстренное заседание Совета безопасности. Кроме того, экстренное совещание созвало и правительство Южной Кореи. По данным Объединенного комитета начальников штаба Южной Кореи КНДР, запустило не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Однако тип снаряда не уточняется. И вновь о событиях в нашей стране. Партию наркотиков на общую сумму 24 миллиона тенге изъяли у двух наркозбытчиков в столице. Полицейские задержали мужчину и женщину в нательном белье, которые нашли 595 граммов героина. В общей сложности у них изъято около полутора килограммов запрещенных веществ. Одни предназначались для дальнейшей реализации на территории Акмолинской области. В ходе обыска в доме подозреваемых также обнаружены крупные суммы денег, лекарства, электронные весы и шприцы. По данному факту начатся досудебные расследования по статье 297 части 3 за незаконное хранение, перевозку, избыток наркотических средств. В санкции данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Военные летчики, пострадавшие в авиакатастрофе, пришли в сознание. Об этом сегодня сообщил главный врач 4-й городской клинической больницы Алматы. По его информации, оба пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии и наблюдаются в условиях реанимации. Напомню, крушение военно-транспортного Ан-26 произошло 13 марта во время посадки в Алматинском международном аэропорту. Самолет принадлежал авиационной службе КНБ. На его борту находились 6 членов экипажа, четверо из которых погибли. Двух пострадавших летчиков с места крушения доставили в ближайший стационар. Они получили тяжелые травмы и ожоги от 30 до 50% кожного покрова. И вот теперь в состоянии выживших наметилось улучшение. Очередной пожар в Петропавловске. В этот раз возгорание произошло в гостиничном комплексе, расположенном на первом этаже жилого дома. Там находятся кафе, сауна и спальные номера. По сведениям ДЧС, информация о случившемся поступила им в 9 часов и 17 минут. На место ЧП прибыли 29 человек личного состава и 6 единиц техники. Из горящего помещения спасатели вынесли газовый баллон. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причина устанавливается. Пожар произошел у нас в одной из комнат, именно в этом гостиничном, где находилась сауна. В гостинице самостоятельно два человека через оконный проем эвакуировали самостоятельно до прибытия нашего подразделения. Пострадавших нету. 30 человек эвакуировано. И в том числе пятеро детей. Напомню, в Петропавловске месяц назад в общежитии по улице Интернациональный взорвался газовый баллон в кафе на первом этаже. В результате произошло частичное разрушение дома. Три человека погибли. Сейчас в здании проводят восстановительные работы. Часть эвакуированных оттуда жильцов смогли вернуться в свои квартиры. В Октябрьской области в праздничные дни спасли 20 человек, оказавшихся в непогоду в дороге. На трассе в Уилском районе в снежный плен попали несколько легковых автомобилей. А в Мугалжарском районе спасли пастуха, который, несмотря на сильную метель, отправился на поиски пропавшего скота и заблудился. Мужчину нашли в степи спустя 12 часов. К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась. Еще двух заблудившихся жителей обнаружили в Тимирском районе, в 15 километрах от ближайшего населенного пункта. Нашим жителям я советовал, чтобы все-таки они следили за погодой. Дневная температура у нас плюсовая, ночные минусовые. И из-за этого у нас на дорогах образуется наледь. И есть угроза возникновения каких-то транспортных происшествий на дорогах. Между тем, неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня. С 26 по 28 марта на большей части территории республики ожидаются осадки, метель и гололед. На юге возможен град, а также небольшое повышение температуры. Ранее сразу в 10 регионах объявили штормовое предупреждение. Туман накроет Жамбулскую область. Сильные осадки, дождь и снег будут в Атыраусской области. В столице сегодня облачно, температура воздуха прогреется до плюс одного градуса. 27 нарушений выявили специалисты Хазлардинского областного департамента экологии в ходе проверки 14 объектов на территории космодрома Байконур. Выяснилось, что в районе ракетно-космического комплекса немало разрушенных построек, а в прилегающем к городу поселке Турятам нет мусорного полигона. Поэтому строительные отходы скапливаются прямо вокруг космодрома. Местные экологи намерены решить проблему до 2025 года в рамках специальной дорожной карты. Когда-то здесь были здания. Старые постройки снесены. И сейчас окрестности поселков Турятам и Акай больше похожи на кладбище строительных отходов. Отовсюду торчат бетонные плиты, арматура и прочий хлам. Вся эта земля принадлежит территории, арендуемой Российской Федерацией. Бетонные плиты нужно измельчить и утилизировать на специальных техногенных карьерах. Но рекультивация идет слишком медленно. А бытовой мусор, собранный с 33 улиц, поселка с 11-тысячным населением, вывозится на полигон города Байконур. Много недостатков выявлено при сортировке мусора. Имеются такие нарушения, как неправильная сортировка при приеме бытовых отходов. Не осуществляется контроль за атмосферным воздухом. Отсутствует оборудование для измерения веса транспортного средства с мусором. На данный момент работу по этим вопросам проводит администрация города Байконур. Площадь поселка Туритан – 440 гектаров. Не то что сфалку, здесь дом построить негде. Между тем, в очереди на землю уже 2800 человек. На последнем заседании Казахстанской российской межправительственной комиссии достигнута договоренность о выводе из аренды свыше 11 тысяч гектаров земли. Сейчас туританцы ждут вступления в силу данного соглашения. 1700 гектаров нужно для расширения поселка. В случае возврата этих площадей разработаем проект по утилизации мусора и проведем соответствующие работы. Но для этого в первую очередь нужна соответствующая территория. Заброшенные свалки на космических объектах с каждым годом становится все больше. Эта проблема беспокоит экологов. На очередном заседании межправительственной комиссии специалисты областного департамента экологии намерены поднять широкий спектр вопросов. Улжан Зайдильдина, Кристина Алмаз, Казаханат Инсибаев, Казаларинская область, Хабар-24. Поголовье верблюдов в Казахстане увеличилось до 227 тысяч особей. Но такой вид животноводства начал активно развиваться в стране только последние два года. Поэтому сейчас бизнесмены, занимающиеся разведением верблюдов, могут претендовать на получение инвестиционных субсидий или техники. А также рассчитывать на выплату средств для обеспечения хозяйств водой. Об успешном бизнесе в материале Марка Брюшко. Спрос на верблюжье молоко очень высокий, говорит директор крестьянского хозяйства Розалим Устафин. И не только в Казахстане. Почти два года фермер отправлял сырье в Китай. Разведением этих животных он занялся в 2003 году. Начинал с 10 голов. Сейчас количество поголовья перевалило за пять сотен. У меня мать заболела. И после этого мы одного верблюда купили. И как раз после этого у нас, короче, и мы умножили, короче, увеличили поголовье скота. И я цех открыл в 2010 году. Кредит взял. И, короче, сейчас имею столько голых верблюдов. Уже два года в Туркестанском регионе активно развивается верблюдоводство. Если в 2019-м здешние фермеры закупили 244 верблюда, то в прошлом уже больше 1200 голов. Начиная с этого года предприятиям, занимающимся верблюдоводством, планируется оплачивать корм. Мы планируем утвердить все финансовые расходы в 2021 году. Сегодня в Казахстане насчитывается свыше 227 тысяч голов верблюдов. Разводят их преимущественно на юге и западе страны. Признанные лидеры в области верблюдоводства – Туркестанская, Казалардинская, Атарауская, Актюбинская и Мангистауская области. В последние годы в отрасли наблюдается пусть и не стремительный, зато стабильный рост поголовья. Еще один снежный барс попал в объектив фотоловушки в горах Аксужа-Баглинского заповедника. Кадры с краснокнижным животным удалось сделать на высоте 2900 метров. По данным минокологии, в Казахстане обитает примерно 120-130 снежных барсов, но их количество уменьшается. Напомним, ранее в объектив фотоловушки в Жамбылской области попала целая семья диких кошек. Первые кадры в регионе зафиксировали в конце 2019 года. С тех пор камеры фотографировали этих животных около 20 раз. Восемь раз увеличилось население Нуркента в Памфиловском районе Алматинской области. Сейчас в приграничном поселке проживают 3,5 тысячи человек. К 2035 году населенный пункт может стать крупным экономическим центром между Казахстаном и Китаем. Кстати, Нуркенту 9 лет и его до сих пор нет на географических картах. Как развивается город будущего, расскажет наш корреспондент. У нового приграничного поселка Нуркент статус еще не определен. Название рабочее, соответственно, на картах его не найти. А в документах он указан как восточный жилой массив села Пиджим. В начале Нуркент планировалось построить для железнодорожников. С 2008 года начали проводить инженерные сети, логистику и строительство социальных объектов и домов. В 2019 году заселились первые 400 жителей. С того периода Нуркент постепенно разрастается. Сейчас проживают почти 3,5 тысячи человек. Большая часть населения – железнодорожники, пограничники, таможенники. Пенсионер Турдалу Мирбаев один из первых приехал жить в новый поселок. Его пригласили в местную школу учителем истории. Я 7 лет работал учителем в местной школе. Сейчас вот на заслуженном отдыхе. Когда приехал, социальные объекты только строили, кругом была степь. Поселок буквально вырос на моих глазах. Это было удивительно. И глядя на нынешние масштабы, я уверен, у Нуркента большое будущее. А пока Нуркент – это 13 безымянных улиц. Чтобы присвоить им название и определить статус населенного пункта, ждали, пока численность населения превысит 3000 человек. Так что решение проблемы ожидается уже в этом году. Генплан этого города спроектирован, ПДП сделан. И поэтапно развитие мы уже начали. Мы в этом году заканчиваем строительство двух 60-квартирных домов. К концу года еще два 60-квартирных дома мы закончим. Начнем в этом году строительство двух 80-квартирных жилых домов. Эти дома строятся за счет республиканского бюджета. К 2035 году ожидается увеличение численности нуркенцев до 50 тысяч человек. Большой импульс расширению даст перспективное развитие сухого порта Харгос Восточные Ворота, станции Алтенколь и специальной экономической зоны. Елеман Рамбеков, Олжас Байбасынов, Хабар-24, Алматинская область. А жители города Тимиртау, что в Карагандинской области, создали образцово-показательный двор, который стал базой для развития детского спорта. На площадке даже проходят турниры по хоккею и футболу. Марина Золотарева побывала на месте и расскажет подробности. Хоккейный сезон уже закрыт, однако тренировки продолжаются. Дворовый корт стал излюбленным местом для тимиртауской детворы. Здесь проходят турниры между любительскими командами. Все по-взрослому. Есть и судьи, и призы победителям. Для нас все сделали, для детей. Со всего города приходят, играют. В каждом дворе своя команда. Играем до 16 лет. Дворовый спорт решили развивать неравнодушные жители. Активисты установили футбольные и хоккейные корты. Местные власти инициативу общественников поддержали. Сами спортивные площадки усовершенствовали, а между ними появился игровой комплекс для малышей. Так рядовой двор стал образцово-показательным. Сами за всем следим, чтобы было у нас и освещение нормально работало. Поставили видеокамеры. В круглосуточном режиме следим. Сами жители нам привозят, допустим, там детки уже выросли из коньков. И вот они привозят, уже коньки нам не нужны. Отдают нам, мы их раздаем здесь детям. Просто так мы не раздаем. Мы просто смотрим, он участвует у нас здесь. Чистит ли он снег, убирается ли там. Ну и так далее. Ну и нуждающимся это естественно в первую очередь. Более 70 тимиртауских мальчишек получили бесплатные коньки, клюшки и другое хоккейное снаряжение. В теплое время здесь кипят футбольные страсти, а хоккейный корт превращается в роли дром. Однако уже в соседнем дворе совсем другая картина. У нас нету по дворе качелей, надо ходить далеко. В этом дворе хоккейный корт совсем запущен. Лишь старое ограждение напоминает о былых хоккейных баталиях. Здесь нет ни качелей, ни детских горок. Живем 20 лет, да, у нас никогда здесь ничего не было. Вот чтобы были качели, у нас здесь вот, ну, ковры теперь сушат. Вот видите сами, какое у нас здесь безобразие. Конечно, хочется, чтобы у нас тоже здесь было цивилизованно. В этом году тимиртауские власти обещают оборудовать более 20 дворов. Однако, чтобы площадки сохранить, нужен общественный контроль, говорят активисты. Иначе через пару лет они будут просто разбиты. Марина Золотарева, Сейла Уликов, Аслан Демизбаев, Арганинская область, Хабар-24. В Японии стартовала эстафета Олимпийского огня. Забег с факелом начался в префектуре Фукусима. В связи с санитарными мерами на церемонии присутствовало ограниченное число гостей. Теперь в течение следующих четырех месяцев эстафета пройдет в 47 регионах страны. Конечная точка маршрута станет Токио. Зрители просят наблюдать за забегом в режиме онлайн и не собираться на участках маршрута. Напомню, Олимпийский огонь в прошлом году был доставлен в Японию в преддверии игр в Токио. Но так и не был использован по назначению из-за переноса на 2021 год. Временный огонь был помещен в Олимпийские музеи в японской столице. Визитную карточку Рио-де-Жанейро. Статую Христа реставрируют к 90-летию открытия монумента, празднование которого состоится в октябре. Для работы реставраторы поднялись на 38-метровую статую. По их словам, основная работа будет сфокусирована на заржавевших деталях монумента и замене некоторых его частей. Над проектом, к слову, работают десятки инженеров и геологов. В честь цель местных властей сохранить главный символ города еще на 90 лет и больше. Мы понимаем, что этот проект направлен на превентивную консервацию и восстановление частей статуи. Наша основная задача – диагностика и применение специальных техник, которые позволили бы сохранить ее как можно дольше. И к этому сейчас у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин